всем здравствуйте утро началось у нас не с кофе пришло сообщение что посылочка у нас получено с чего начать поршня пришли теперь у нас все четыре поршня история конечно с поршнями из покупкой поршней это прям что-то такое на грани фантастики если вкратце рассказать приехал в один магазин предлагали поршня по быстренькому в пакет завернули отдали типа все давайте деньги не стесняйтесь проверять открываю пакет проверяю поршня там у нас ремонтные лежат плюс 050 я так понимаю даже еще и не для первого ремонта уже для 2 когда растачивают но не суть важно как бы смутило то что вообще в целом в пакетах все это вынесли как-то завернута ну не может фирма так это делать вот что мы имеем обратился тоже к ребятам через ребят вышел там на официала которые поставляют здесь у нас запчасти каменс вот и в итоге что мы получили почти что каменс хотя разговор был с человеком о том что необходим каменс привозит какие-то айтек поршня производителя и так я ничего не скажу там хорошие неплохие или еще что просто ну когда вы покупаете да и говорить о том что я хочу именно вот это это не значит что я хочу почти что это там или еще как-то поэтому тоже с человеком попрощались чем что как бы изначально был разговор о том что будет покупаться конкретно каменс а он мне привозит какой-то айтек также по прокладкам получается комплект прокладок ну что говорить о том что тут все резиночки принципе и достаточно плотненькие и достаточно со всякими там приспособлами для установки пара не только кольца масло съемники масло съемные колпачки тот сальничий который у нас на масляный насос устанавливается на распредвал вот он у нас новенький короче комплект хороший комплект полная уже посмотрел не удержался все шайбочки колечки сальнички резиночки уплотнители уплотнители на крышку клапан 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 habe на холодильник на головку и на масляный насос вот по прокладке тоже там история такая получилось набору прокладок с человеком каменцем разговариваем представителя ладно окей как бы с поршнями понятно да поршней нету заказывать будет ну 4 рубля будут оригиналы прям камень ладно платим за качество думаю не такой уж и большой разбег можно можно потратиться это как бы так сказать задел на то чтобы в дальнейшем в ближайшее время туда не лазить ну и что получается у нас следующее по прокладкам тоже по набору вроде бы каменс не знаю давно лежит кто-то заказывал отказался не стал забирать 11 рублей но так как я уже как бы поездил по магазинам посмотрел в большинстве случаев предлагают набор прокладок фотон то что двигатель фото двигатель 38 камень ставится на фотон прокладки фотон фирма завод что хорошее качество так далее подобное вот ну и в итоге он предлагает их за 11 в нашем тут крупном магазине которые повсюду ну как два две точки магазина три филиала вот предлагают эти же самые прокладки за 7 рублей набор представляете да разбег буквально 300 метров проехал разбег уже практически 5000 за один и тот же вот абсолютно схожие комплекты да как бы вот так вот по поршням вот говорю же он там 4000 ладно небольшой разбег 500 рублей ладно чушь но это закупки я в розницу сколько думал 500 рублей даже хотят бы на поршень закинул на за свою суету там полтора за поршень сверху то есть 5500 я купил свои за 22 200 по моему я потом уже в конце будут снимать видео о том что сколько я на что потратил у меня все чеки все я складываю сохраняю чтобы но для себя для собственного понимания сколько я на это все удовольствие потратил ну такие вот ништячки тоже вот монтажная паста для сборки двигателя с приятелем тоже собирали мотор и еще один у меня хороший знакомый занимается собирает разбирают моторы и вот он посоветовал и как бы еще хоть вроде как бы и руки не крюки но тем не менее предосторожность такая вещь ну и алмазно клапана притирать по клапанам помою клапана и там смотрел уже один из предыдущих видео кто помнит на одном клапане был скол что возможно дальнейшее его прогорание что-то не желательно необходимо будет заменить ну а после того как помою клапана уже будет более как бы ясная картина того что сколько все-таки клапанов менять я вообще думал что необходимо там один клапан полетел и все по кругу полностью весь комплект вкусных выпускных но нет достаточно поменять именно которую у нас имеют какие-либо повреждения вот так что будем собирать разбираться книжка у меня с собой моя библия на ближайшее время не переключайтесь так собственно говоря дорогие друзья пока у нас дел много за все хватаешься ничего не получается так сказать сразу же все сделать начнем постепенно чтобы начать на мотор собирать нам нам заживал чтобы начать собирать мотор нам надо сначала перекинуть старые поршня скинуть старые поршня накинуть новые поршня книжка разборка ну там первое получается у нас что типа надо снять кольца потом снимаем стопорные кольца достаем палец меряем там баба баба это нам сейчас не надо потому что у нас новые поршня и нам надо что при сборке вот небольшой момент начинается сборка как устанавливаются кольца как они разводятся как надо поставить сам поршень и как должен выглядеть ну каком направлении должен шатун сам смотреть так сказать они должны соответствовать до направлению что на поршне у нас указана стрелочка видно надеюсь видно да вот стрелочка вот здесь сказано о том что примечание на шатуне на шатуне имеются три насечки на шатуне имеются три насечки которые должны быть направлены к переду двигателя перед двигатель двигателя у нас те находится масляный насос вот поэтому шатуны мы собираем соответствие со стрелкой переходим от теории к практике старая поршневая стрелочку тут не видно а хотя вот он ее видно но здесь в том случае что если ее хотя бы видно да есть такой момент но если мы берем например 3 4 здесь у нас уже стрелочка затерялась так вот поразвышлял подумал и прикинул берем старый собранный сравниваем с новым как поставить шатун вот они в одном положении стрелка здесь видно видно да где стрелка вот они смотрим на них выставили и вот стрелка про насечки которые говорят говорится в книге насечки у нас вот они и получается они как раз и будут совпадать со стрелкой вот насечки и вот здесь стрелка проще всего будет сделать как достать стопорные кольца со стороны проще да не проще да неудачный вариант со съемником получился другой взял они могут просто выскакивать поэтому прикрываем аккуратненько здесь он уже пошел берем стопорное колечко и сразу же накидываем на другой поршень говоря поставить надо так чтобы они как сейчас стоят то есть вот так стоят надеюсь видно одинаково да отверстие для масляной форсунки выставляем это все аккуратненько вставляем на место вот так вот вот так вот Продолжение следует... Проверяем стопорное кольцо, что оно крутится, встало на место. Берем старый поршень. Достаем палец. Выходит хорошо, без лишних проблем. Чтобы не перепутать, тут же устанавливаем шатун. Как он должен будет стоять. Протираем палец. Осматриваем его на наличие выработки. Конечно, есть микрометр для того, чтобы померить его износ и все эти моменты. Но в нашем случае у нас этого оборудования нет. Визуально трещины, сколов и т.д. Каких-либо повреждений видимых мы не обнаружили. Да и, честно говоря, из-за того, что в каком состоянии у нас находились вкладыши, вряд ли что-то могло произойти с пальцами. Смазываем. Аккуратно палец. Посадочное место. Так же и с другой стороны. И устанавливаем. Согласно мануала, палец устанавливается без каких-либо нагреваний и каких-либо проблем, так сказать. Палец на месте. Шатун на месте. Сейчас осталось только забрать стопорное кольцо со старого поршня. Данный съемник не очень удобен. И устанавливаем стопорное кольцо на место. Так же его прокручиваем, что оно встало в пазы. Ну вот. С одним поршнем мы закончили. И получается, что мы имеем. Так же перекинули. Стрелочка у нас на поршне указывает направление, в котором он должен быть установлен. А три насечки на шатуне соответствуют стрелочке. Ну и еще мы с вами дополнительно наносили на крышку шатуна. Стрелочку и порядковый номер. Так как мы снимали, соответствует мануалу. Ну вот. И готов. Первый поршень. Сборки. Начало положено. Собственно говоря, дальше все в таком же тухе. Перебираем оставшиеся три. В итоге. Полчаса времени. Поршня перекинуты. Я так понимаю, на сленге профессионалов. Говорят, перебиты в сторону передней части двигателя. Вот они все три отметочки. Соответствуют стрелочкам. По правде говоря, делов немного. Заморочек тоже. Главное не торопиться. Если бы возникают сомнения, попробовать перепроверить. Вот даже сейчас, получается, именно как блок лежит. Вот оно. Как он лежит, как он находится. Если установить поршень, то здесь как раз получается масляная форсунка. Устанавливается прям хорошо. Кстати, вы отзвонились по поводу форсунок. Как задал форсунки на тестирование, на диагностику. Отзвонились, рассказали по форсункам. Две форсунки умерли. Будут ремонтировать. Две форсунки живые, но поменяют распылители. Но это уже другая история в следующем видео. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Кто не подписался, подписывайтесь. Всем удачи. Пока-пока.